Ну, лопатки это вообще, это просто тема глобальнейшая, сложнейшая Нет, закроют сейчас, опасно это все, время такое Сейчас очень-очень много появляется скопанных топоров Топоры, по сути, это хлам Люди же покупают топоры, чтобы в машине возить, они вообще ничего не делают Несомненно, сугубо боевые топоры были, но это не это Здесь она увеличивается и вырастает И с тех пор, по большому счету, общие черты топора не изменились Тут даже не буду про них говорить, потому что там такие есть задроты, дядьки, мини-живущие Друзья, всем привет! С вами Алексей из мастерской Аника И сегодня мы поговорим про русские топоры Тема русских топоров, она сакральная для нас И очень-очень важная, она очень сложная и всеобъемлющая Сегодня мы поговорим по верхам лишь одну из ее элементов Одну из частей истории русских топоров, а именно топоры примерно с 10-11 века до 18-19 века Я потом объясню, почему Мы с вами не будем говорить про топоры царские Мы так называемые цари, это топоры 18-19 века И не будем говорить про топоры советские Потому что это очень сложная, объемная тема Которую как-нибудь в следующий раз снимем Для нее нужно отдельно, серьезно готовиться Прежде всего хочу сказать, что тема сложная, всеобъемлющая Чего-то могу не знать, где-то могу ошибиться, поэтому сильно не ругайте Критикуйте по делу Могу запутаться в цифрах Но всегда открыт для диалога, можете писать мне в личку ВКонтакте Найти группу, которую я веду, информационную, именно не коммерческую группу о топорах Вообще нужно начинать, конечно, с момента, когда появилась Русь Русь у нас появилась в 862 году, когда призвали Рюрика на власть в нашу Русь древнюю С этого момента, по идее, нужно начинать Мы начнем примерно с этого момента, чуть позже Эпоху раннего средневековья очень-очень подробно в своих работах Описал Анатолий Николаевич Кирпичников в своей просто фундаментальной археологической работе Оружие Древней Руси Это тоже тему можно раскрывать отдельно, отдельным видео Мы конкретно работу Анатолия Николаевича трогать не будем Сегодня мы поговорим про две другие работы И по сути, вот этот разговор, это как бы конспект и краткое содержание двух работ А именно, работа Бориса Александровича, если не ошибаюсь, Колчина Железообрабатывающая ремесло Великого Новгорода или Древнего Новгорода И работа Олега Викторовича, если не ошибаюсь, Дуреченского Оружие Московской Руси 15-17 века Олег Викторович, если вы это видео смотрите, извините заранее за какие-то неточности Вообще Олег Викторович, это неживущий, действующий археолог, снимает активно видео Основная его специализация, если не ошибаюсь, это Куликовское поле Борис Александрович Колчин и Анатолий Николаевич Крепичников Вообще все эти три человека, это три одни из самых мощнейших наших отечественных археологов Анатолий Николаевич Крепичников в принципе человек, который, ну не создал конечно археологию Но просто повлиял на нашу отечественную археологию Древней Руси колоссально И Борис Александрович Колчин точно так же очень такой фундаментальный археолог Они, если не ошибаюсь, все академики советские, академики наук Это очень серьезные товарищи, прям такие метры с фундаментальнейшими, соответственно, работами, базовыми На которые опираются вообще все остальные археологи наши Вот, мы будем опираться в своих умозаключениях именно на археологические работы Потому что это научная вещь То есть нужно сказать, что сейчас очень-очень много появляется копанных топоров Которые копают черные копатели, либо случайные находки, которые продаются на Авито Мы это все дело осуждаем, но к сожалению, вот есть у нас такая дилемма То есть с одной стороны осуждаем, с другой стороны так или иначе эти топоры у нас появляются Кто-то нам их дарит, где-то там на Авито появляются хорошие Вообще мы не одобряем черную археологию, это очень-очень плохо Нашли топор, случайно, ладно, взяли Но если видите какой-то курган или какое-то захоронение, закопайте обратно Это в земле пролежало тысячу лет и еще тысячу лет пролежит Либо сообщите каким-нибудь местным историкам, они уже там дальше разберутся, что с этим делать Тем не менее, вот мы поговорим про именно официальные работы Археологические, которые государственные, по которым написаны книги и серьезные научные труды И на основе этих научных трудов мы и проследим эволюцию историю русских топоров Переходим к сути Борис Александр Иколчин при раскопках Великого Новгорода Это относится к эпохе X-XIII века Ну, X-XV века, он сам упоминает, что там некоторые слои сложно датировать Нашел 72 топора И разделил их на три основных типа Вот они Тип А, Б и В Тип А Относится к более архаичным топорам Это топоры, как раз относящиеся больше к раннему средневекову, веку к IX Это вот такие большие секиры, можно сказать, с большими режущими кромками Что-то похожее на бродексы Топоры, боевые топоры викингов, так скажем Вот И нас больше интересует тип B Очень важно сказать, что мы рассматриваем хозяйственно-бытовые топоры Мы не рассматриваем оружие Оружие это тема для отдельного направления, очень сложная Ну, потому что мы мастерская, занимаемся производством хозяйственно-бытовых топоров Будем рассматривать тип B и V Вообще, он разделил так эволюционно, что Вот это более ранние находки И они вот так вот идут B1, B2, B3, B4 И, соответственно, V 1, 2, 3, 4 Ну, или вот он 5, 6, 7, 8 их пронумеровал Это скрин распечатка из его работы Топоры эволюционировали и увеличивались за счет увеличения обушной пластинки То есть можете вот пронаблюдать, что здесь ее практически нет И, соответственно, здесь она увеличивается и вырастает Как бы вот нет Вот тут уже такая основательная Это все топоры расположены в порядке находках по времени Шибусь сейчас, ну, это примерно век 10-11 Это уже век 13-14 А по некоторым находкам он доходит даже до 15-16 века Грубо говоря, вот у нас есть образцы Вот это вот увеличение обушной пластинки Это, правда, топор более поздний, но наглядно вы можете это увидеть То есть у более ранних топоров у меня здесь, к сожалению, нет Вот этой обушной штучки нет Топоры просто простые Для чего нужна обушная пластинка? Для увеличения всада, то есть для уменьшения шата Топор крепче, чтобы крепче держался Это все слишком, ну, это очевидные вещи Если мы говорим про хозяйственно-бытовые топоры Покажи еще раз картинку, пожалуйста Вот тип А у нас относится к условно-боевым топорам, правильно я понимаю? Можно так сказать Вообще эта проблема очень озвучена в работах практически всех археологов Что очень тяжело отличить боевые топоры от хозяйственно-бытовых То есть можно выделить отдельные примеры сугубо боевых топоров Их здесь не представлено Но вот если говорить про тип А и первый, например, топор Он действительно очень похож на топоры викингов, как ты сказал Скорее всего, это что-то бродексное такое Но, насколько я понимаю, такие топоры использовались не конкретно как боевые Они использовались и для древесины, и как боевые То есть это был такой топор для всего У них же не было отдельно Да, про это точно так же говорят археологи Что, скорее всего, эти топоры несли универсальный характер То есть, несомненно, сугубо боевые топоры были, но это не это Это топоры больше все-таки универсальные Ну, потому что, ну, логично Взял топор, пошел рубить Эволюция была, конечно же, связана с развитием железообрабатывающих технологий То есть, чем дальше, тем эволюция, инженерия, металлургия развивалась Начала появляться возможность увеличивать различные элементы топора Которые ранее были необязательны Ну, то есть, было, допустим, мало металла Экономили Металл же тоже нужно добывать и производить Либо было технологически сложно Ну, вот, изготавливать вот этот вот элементик То есть, их не делали И они начали появляться Почему именно? Сказать не могу Потому что, тоже, тема Ну, сейчас не буду раскрывать Эта тема очень сложная Это вообще металлургия Это прям, там, научные работы сложнейшие Про это написано Мы сейчас в это углубляться не будем Мы просто по Иерхам То есть, начала увеличиваться к 13 веку Обушная пластинка Это очень важный момент То есть, грубо говоря, в конце 13 века Что-то типа вот такого топора 13, 14, 15 условно века Было, как бы, вершиной топоринной эволюции русских топоров Вот За счет обушной пластины Да, ну, по мнению Колчина и Двуреченского это так Всего было найдено на эпоху, как я сказал, по-моему, 72 топора Или 74 Тоже момент важный, опять же, про черную археологию Многие в комментариях наверняка скажут Что тысяча топоров продается на Авито Именно так Тысяча топоров продается на Авито И эти топоры, по сути, это хлам Который не может никак помочь науке И никому не... Мы не можем датировать эти топоры Никто не может датировать топоры Которые случайно выкопаны Датируются только топоры, которые копают официальные археологи Еще раз повторяюсь Нельзя копать Не стоит копать Соответственно, к работе Олега Викторовича Двуреченского Он описывает топоры, найденные на территории Московского государства нашего То есть, когда Москва уже стала центром Руси 15-17 века Всего найдено 227 топоров Вот Олег Викторович разделил их на 10 типов Находки по всей Руси Начиная от западных окраин Там Смоленск, грубо говоря И до востока Восток на тот момент Русской цивилизации Располагался примерно в районе города Мангазея Который вот сзади меня Очень красивая карта Мангазея Мангазея это полярный Русский полярный город 17 века Клондайк И он в нашей истории сыграл немаловажную роль И вообще он по сути дал название целому типу топоров Топоры 17 века Принято в рамках тусовки топористов Называть Мангазейские топоры Или просто Мангазеи Хотя изначально это, говорю, город Первый, наверное, в мире полярный город Заполярный город Первый точно русский полярный город Русский Клондайк Туда шли люди, которые хотели Жажды быстрого Быстро разбогатеть Город славился тем, что он занимался добычей пушнины В общем, вот Олег Викторович выделил 10 типов топоров Разделил все эти 127 топоры на 10 типов Подробно все 10 типов мы разбирать не будем Потому что эта тема сложная Всеобъемлющая и вообще скучная Точно не для формата видео на полчаса Вкратце скажу, что первые типы топоров Это топоры, характерные для Восточной Европы Если я правильно помню Топоры польские Вот это вообще сугубо польский топор Потому что эпоха 15-го И особенно эпоха 17-го века Характерна тем, что Смута поляки захватывают Русь И очень много находок на эту эпоху Это именно польские топоры Конкретно эти вот Все топоры найдены на стоянке Лжедмитрия Очень большой археологический материал Там Предоставлен и описан Также вот это, если правильно помню Сугубо боевые топоры Это вообще протобердыши уже такие Бердыши, как вы понимаете Наши алебарды русские Назовем их так Нас интересует тип 4 Если вы всмотритесь То это как раз Очень похоже на Колчиновский Тип В То есть топоры С обушной пластинкой Вот опять же он Это более крупно Можно будет выделить Сразу вопрос Вот смотри Ты говоришь там К польским топорам Что-то относится Еще кому-то Почему мы это относим К русским топорам У нас тема же русского топора Мы их не будем рассматривать Они просто найдены на территории Руси И они в целом характерны Как я понимаю Для западных окраин Нашей страны То есть там Такая пограничная тема То есть Россия с Польшей Контактировали То есть это скорее то Что повлияло на русский топор Да уже На происхождение К польским топорам Относят только два типа И мы их не рассматриваем Еще раз повторюсь Сто процентов Польские это вообще Типа динайте Они такие какие-то Тоже смежные переходные Мы их никак не будем рассматривать Они просто описаны В рамках вот этих 227 находок И просто в общей таблице То есть я так просто Вкратце таблицу прошелся И мы рассматриваем Хозяйственно-бытовые Только тип 4 Потому что Олег Викторович Выделяет их Именно как хозбыт Такой ярко выраженный Это и есть те самые Мангазейские топоры Ну как принято их называть Топоры мангазейские В данной таблице Они указаны очень удобно В хронологическом порядке То есть вот Более древние Более поздние Как можете наблюдать Эволюция данного топора Она выявляется Проявляется в рамках Увеличения бородки Вот этой вот Небольшой бородки То есть Топор без бородки Вот здесь вот На топоре Уже чуть-чуть Она видна Так скажем И возьмем Совсем более поздние Топорики Этой эпохи Вот она очень сильно выражена Она правда не загнута Но это кстати Тоже отдельная тема Для разговоров Может быть очень интересная Почему их не загибали Но не суть В общем вот Мы здесь видим И обушную пластинку И хорошую Такую ярко выраженную Бородку топора Всего этих топоров Найдено 74 штуки На всю эту эпоху Что делает их Очень популярными То есть Из 227 Это Там если не ошибаюсь Примерно 40% Всех топоров На эпоху найдено Это топоры Вот этого типа Четвертого типа Или топоры Мангазейского типа Как их принято называть А для чего Бородка использовалась Это Бородка использовалась Точно для того же Самого Для чего Обушная пластина Увеличение всада То есть Здесь она просто Не догнута Да Вот я смотрю Что она Не догнута же Это прям Тема для отдельного Расследования Вот Очень Любят обсуждать Это на профильных Форумах То есть Однозначного Мнения нет Почему конкретно Эта бородка Не догнута И она очень часто Встречается в находках А то есть Это не случайность Это Такая Кузнецы То есть Приковки Ее выделили Но почему-то Не стали загибать Она должна быть Вот так вот Загнута То есть В идеале Это увеличение Соприкосновения Головы топора С рукояткой Соответственно Увеличение всада То есть Века до 16 Там 15 Этого не было Почему не было Скорее всего Из-за развития технологий И точно так же Из-за развития металлургии Вот Потом она начала появляться То есть Вот еще раз повторюсь Тут небольшая Тут средняя Тут уж совсем здоровенная Вот То есть Начала появляться оборотка И в процессе эволюции Топора Вот Она выделилась Соответственно Увеличился всад Увеличилась Скрепость Всада топора То есть Топор стал надежнее Рукоять начала Надежнее держаться Так вот Всего находок 74 по-моему Штуки Найдены они Точно так же По всей Руси Там от запада До востока До Мангазеи Но почему-то Вот Было принято Их У нас В топориной тусовке Назвать Мангазеей Почему именно так До сих пор непонятно Скорее всего Кто-то из топористов 90-х или 80-х годов Коллекционеров В дань уважения К этому городу Уникальному Назвал их Мангазеей Нужно сказать Что в Мангазее Других типов топоров Не найдено То есть Вот Всего на Мангазей Прочитывал всего 100 лет Около 100 лет Один век она Прочитывала Потом этот город Исчез То есть Топоров на эту эпоху Много Но в Мангазее Найдены только Эти топоры Ярко выраженный Топор 17-го века Вот Прямо как на картинках С эволюцией человека Мы наблюдаем Так Так И потом Продолжается К увеличению Бородки Как я в самом начале Сказал Мы рассмотрим Эволюцию топоров Не до 17-го века А века До 18-го 19-го И даже 20-го Почему так Вот Мы же такие топоры Не встречаем В современном мире У нас топоры Треугольные Наши классические Нам отечественные Колоколовидные Как еще называют Потому что На самом деле В конце этой эпохи Начинает появляться Наш треугольный Современный топор Это тип 9 И Олег Викторович Проводит В рамках Своей эволюционной Картинки топоров Ее к сожалению Не распечатал Но она Не получится распечатать Именно как Тип 9 Это прямая эволюция Последнего Варианта В Типа 4 Вот этого топора То есть Даже вот Но они довольно схожи Даже вот Да Они довольно схожи Но начинает увеличиваться Вот именно треугольная Вот эта лопасть Вот тут вот Она начинает увеличиваться Здесь опять же Вот она показана Вот здесь вот Она показана И по большому счету Наш классический Треугольный топор Появился в конце 17 В начале 18 века Вот И с тех пор По большому счету Общие черты Топора Не изменились Но при этом Бородки уже нету Бородка Она же то есть То нету На разных топорах Если вы вспомните Как бы Вариантов много Где-то делают бородку Где-то не делают бородку Бородка это уже Как дополнительная Вещь стала Главное Вот эти вот наши Прям На подкорке На подсознание Вот эта общая форма Она по большому счету Появилась В конце 17 В начале 18 века И с тех пор Не менялась Это как С автомобилем Буханка Который не менялся С 50 какого-то года Вот этот топор Сразу же появился Классным 17 веком И с тех пор Он таким образом И остался Были разные Усовершенствования топора Где-то чуть длиннее Лопасть Где-то чуть меньше Где-то бородка больше Где-то меньше Но по большому счету Вот эта треугольная форма Появилась в 17 веке В конце И это прям Можно назвать Русский топор Форма русского топора Это прям русский топор Самый русский топор А есть в каких-то странах Еще вот такие же топоры Такой же формы Их делали Но для России Под заказ А то есть Внутри других стран Такая форма не используют Может быть Где-нибудь в Восточной Европе Еще и были распространены Точно в Прибалтике Они немножко были распространены Но все равно В каждой стране Европейской Восточноевропейской У них свои формы Классические А вот именно Треугольная форма Она характерна В основном только для нас Только для России Даже не для всех регионов России Допустим Там южные регионы Ну Кавказ У них свои формы Хотя тоже Россия Северная Условно Северо-западная Карелия У них свои формы А это именно Ореал обитания Так называемых Великороссов Так скажем Ну в рамках традиции 19 века Назовем это Великороссия Не знаю как правильно сказать А насколько на твой взгляд Это удачная форма Если сравнивать С топорами Других стран Абсолютно удачная форма Потому что Не просто так Она появилась Формы топора Появляются Под конкретную Древесину Ну то есть Каждый регион Имеет свою плотность Дерева Свои В принципе Дерева То есть У нас Под усредненные Задачи рубки Сосны Березы Вот такая форма Оптимальный вариант То есть Для более южных Регионов Где дерево Плотное Режущая кромка Должна быть меньше Чтобы не завязала Например У нас Усредненно мягкая Древесина Так скажем Можно пошире делать кромку Плюс топор Это такое Универсального характера Режущая кромка Позволяет Какие-то плотницкие дела Делать Еще что-то делать Она бы не стала Неудачной Она бы не стала популярной То есть Тут чисто Их же делают Миллионами Десятками миллионов Было сделано Топоров Вот такой формы За всю историю Начиная с 17 века Но эту форму делали Под заказ Российской империи Для нужд Российской императорской армии В Германии делали Во Франции делали В Англии делали Но это все Под заказ делалось Но именно Это и называлась Везде русская форма Прям русский тип топоров Почему в итоге Классической для России Стала треугольная форма Почему именно Треугольная форма Скорее всего Потому что Плотность дерева И КПД рубки Максимально добивалась Вот такой формы у нас В целом Сейчас такая форма И такие размеры топоров Конечно не актуальны Они используются Как универсальные топоры И везде В быту Но так или иначе Современные тенденции Говорят о том Что эволюция дальнейшая Идет в сторону Уменьшения топора То есть сейчас Самые продаваемые И популярные топоры Это топоры Чем меньше Тем лучше И кстати Вот Хороший пример Это вот наши топорики Так скажем Это вот первый Наш модель Ушкуй И К сожалению У меня тут нету Есть вторая Более новая модель Ушкуй То есть Вы как видите Это Именно топоры Грубо говоря Имеющие отсылки к истории И они небольшие И вот Это одни из самых Продаваемых И популярных топоров Которые у нас сейчас есть То есть на сегодняшний день Вот такие топоры Они более универсальны Чем Большая Они более популярны Нет Универсальные Это эти топоры Всегда будут Эти топоры Более популярны А вот скажи пожалуйста Если допустим Классический русский топор Сравнивать С Там Финскими Шведскими топорами И так далее Вот то что сейчас У нас активно покупается И популяризируется Это все таки Дань моде В первую очередь То что там Что то не русское И там Заграничное И так далее Ну популярность Фискарсов И различных Заграничных топоров Сейчас объясняется тем Что качество Современных массовых Топоров Русских Очень-очень низкое То есть Современные производители Крупные Государственного масштаба Производители Такие как Ижевский завод Или трудвача Они делают Крайне низкое качество Топоров Просто это не топоры Это какой-то ужас То есть Это заготовка Под топор В целом Это нормальная вещь На которую ты должен Сам дорабатывать Поэтому Скорее всего Прежде всего Я считаю Что Очень популярны Среди народа Фискарсы Или там Китайцы Очень хорошие топоры Сейчас делают Прям отличные топоры Хорошо Давай так Если взять Допустим Фискаря Какого-нибудь И взять Хороший Хорошо сделанный Топор Классического Русского Типа Большого Вот у нас В России Для нашей древесины Какой топор Будет все-таки Лучше Смотря что делать Для леса То есть Поход лес Лесной топор Так назовем Будет Фискарс Удобнее Потому что Это более универсальные Топоры Фискари делают Лесные топоры То есть У них меньше Режущая кромка Им будет проще Чуть-чуть Рубить Чем вот таким То есть Это более универсальный вариант Фискарс Более специализированный вариант Вот Ну то есть Всегда есть место Для дискуссии Да Но в целом Вот по тусовкам топористов Когда мы встречаемся Привозим с собой Там несколько десятков топоров Много раз уже Пробовали небольшие Наши отечественные топоры Ну то есть Они же тоже Ну В разных размерах Выпускаются Вот этот Если я не ошибаюсь А2 Размер Бывают размеры меньше И вот если взять Топор Более меньшего размера Но такой же формы Треугольной Насадить его на рукоятку Чуть-чуть подлиннее То он не будет уступать По КПД рубке Ну практически не будет Там нюансы есть Ну это уже связано С рубчиком Или еще с чем-то В принципе Это уже Очень универсальная Механика Которая распространяется На все топоры мира Вот Это универсальный Наш топор Классический Вот Он есть у всех Он есть у каждого И можно что-то Подтесать Поплотничать Порубить При желании Расколоть Фискарс Топоры Более лесные На данный момент Мы нашей мастерской Как раз делаем Историческую форму Топора Относящуюся К 17 веку Вот этот Ушкуйчик То есть Вот как я говорил У нас более ранняя модель Нашего ушкуя Это можно отнести Там По двуреченскому К типу 4А А вот это уже Двореченский 4Б или В Вот Это к вопросу Опять же О популярных топорах Об исторических формах Об русских формах Вот очень хороший Небольшой топорик Для леса У него вот как раз Это вот небольшое Такая бородочка Он сам по себе Весь небольшой Это кстати Еще обратный сад Можно разобрать И вот Нашей мастерской Мы делаем Вот такой небольшой Очень хороший Универсальный лесной топорик Относящийся Именно к русским топорам Какой более русский топор Это вопрос дискуссии Философии И каких-то Личных предпочтений Но тем не менее Это топор Который на протяжении Нескольких сотен лет Можно сказать Был одним из самых Популярных топоров В России На смену которому В итоге пришли Уже вот эти вот Треугольные топоры Более детально Про треугольные топоры Как-нибудь потом поговорим Вот эта тема Тоже требует изучения То есть топоры царского Периода Советские топоры Это в принципе Тема для многих Видео наверное Есть еще интересный промежуток История Это переходные Между революциями Артельные топоры Там я же февральско-октябрь Революция на самом деле Тоже очень интересные топорики С точки зрения коллекционирования В следующих видео Мы наверное посмотрим Про топоры Царских периодов Либо скорее всего Рассмотрим русские Армейские топорики Историю армейских топоров Начиная века с 19 Если у вас какие-то вопросы Есть ли уточнения Пишите Или просто поругаться хочется В целом Спасибо за внимание Всегда рад ответить на что-то Или что-то новое узнать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok